вспоминал восьмидесятые годы дискотека на танцплощадке 1 2 3 раз 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 вы были этим заводящие я был танцором всем большой привет меня зовут егор колесник как всегда мы начинаем подкаст вся соль вместе с моим большим другом и пресс-секретарем футбольного клуба шахтер солигорск виктором волотько и строго для меня такой своеобразный выпуск потому что мы ведь с тобой долго ждали когда к нам придет маэстро у меня есть такое интро небольшое я приведу цитату нашего сегодняшнего гостя ты проснулся утром пришел на тренировку увидел мяч взял его в руки потом положил под ноги и лучший день начался по-моему это очень крутая круто штука виктор кто нас в гостях расскажи да привет всем у нас сегодня в гостях легенды снегорского футбола владимир коваленья здравствуйте добрый день здрасте хотя перед записью пока мы не включили микрофон и владимир владимирович попросил вот так не называть мы попробуем это избежать в уме да но держать в уме как бы привыкаю привыкаю но получается чувствую себя рубахой парень поэтому пока пока нет расскажите как настроение ваше у меня всегда хорошее не бывает иногда но сходил в лес нашел гриб настроение поднялось сходил на рыбалку съездил выпал на лодке удочку забросил рыбу поймал тоже хорошо поэтому встаем с хорошим футбол приносит позитивные эмоции последнее время последнее время да а до этого до этого как-то просто я большой промежуток времени что я был не вне футбола но сегодня я как говорится окунулся с головой туда поэтому все нормально мы свете решили лимиты по времени сегодня особо не ставить так что нас вопросов к вам много и очень надеемся что вот от первого лица мы послушаем о какой был футбол раньше какой он сейчас и вообще пообщаемся с таким классным человеком витя какие у нас темы расскажи сегодня конечно же мы хотим побольше узнать о футболе 70-х 80-х особенно потому что если футбол 90-х мы хоть были маленькими но уже немножечко застали то футбол 80-х для нас это такая какая-то тема которую можно только прочитать в книжке слава богу она есть если бы не было и так бы не знали того же видео например совсем не найти вы свои голы на видео вообще видели когда-нибудь на фотографиях только видео нет потому что ну вот это действительно очень интересный нюанс я пытался разузнать но по ходу реально нету видео даже вот казалось бы 80-е годы чемпионат бсср а видео нет ну потому что наверное ну в то время в 80-е года не такие все-таки финансовые возможности были для кого-то чтобы приобрести тот же ту же камеру в том же камеру это сумасшедшие деньги поэтому скорее всего что вот в этом нюансе заключается все то что видео нет но при этом несмотря на то что видео нет подтвердить нечему все равно статистика чемпионатов говорит о том что был сезончик когда вы 30 забили и видео не надо все знают а я сколько как-то посчитал был 36 один сезон с кубком да да это по моему даже если так мне память не изменяет тогда на восемьдесят шестой год по моему восемьдесят восьмой а восемь восьмой тогда там еще есть три года неучтенные так 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 ну ладно это это отдельно потом может быть в процессе разговора я эту тему ну что тогда поехали владимир владимирович не будем повторяться вы давали ряд интервью где вы рассказывали о том как пришли в футбол мы их обязательно прочитали подготовились сейчас мы хотим вникнуть в детали как я понимаю 23 сезона в семьдесят шестом году вы стартовали и играли до девяносто восьмого года в семьдесят шестом это это я как бы официально неофициально стартанул раньше в семьдесят пятом это сколько вам лет человек 14 то есть в четырнадцать лет парни совсем юнцы ну тогда наверное не ну да в четырнадцать лет я первый раз вышел за взрослых пацанов ну для меня это были пацаны мужички дворовые да а на самом деле эта разница восемь девять лет иногда было вы сейчас можете в то время я до 14 лет не миша зеневич потом у нас еще покой на земляем эпохом александр иосифович под скот такой был он приехал с волгограда с волжского к нам ему было 37 мне 15 представляете какая разница для меня в отцы да можно и вот и вот я вот на таких людях учился сейчас можно себе такое представить когда 14-летний парень залетает вот в пульку сегодня если честно наверное я даже представить не могу что такое может быть ну я думаю что сегодня такого не вот обидно не обидно все как это поколение реалия да наша жизнь сегодня такая поэтому но на самом деле я думаю в мировом футболе тут на чемпионатах бразилии особенно не вспомнил 14-летних таких вот пацанов которые смотрите 14 лет чемпионат белоруссии это чемпионат белоруссии да а кроме этого еще была вторая лига советского союза поэтому расскажите что это было тогда за футбол в солигорске город маленький середина конец семидесятых что это было за игроки кто это были за блещики какая вообще была жизнь когда там моей маме совсем было еще немножко лет ну давайте я таком вкратце начну знаете чего я наверно начну с того как я сюда приехал когда меня родители привезли солигорск да это шестьдесят восьмой год первый класс третья школа ты я не знаю как волей судьбы сохранено то место на котором я сидел приходя на стадион болеть футбол за шахтер да то место сохранено по сей день вот идет реконструкция стадиона то место это гараж на углу забора зеленого вот я на этом гараже постоянно сидел постоянно болел ну я учился на тех футболистах которые в то время выступали юрий николаевич ракенцев и земляем и пухом и ванде минковец и степан милещенко много было нормальных на то время для нас это были хорошего уровня футболист его сидя на этом заборе на крыше этого гаража я вот учился потому что и мой первый тренер точно сама играл в этой команде поэтому я как бы я все свое 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 детство провел на крыше этого рожан можно сказать так ну естественно занимались здесь футболом какой футбол был правильно как юрий николай зерил два рудника две команды было горняк и шахтер горняк это второй рудник шахтер это первый а потом уже когда третье начали строится не объединились вот эти 70-е года и начался уже как бы такой ну я я как бы я точно не скажу как она там но юрий николаевич то больше знает меня пойти потому что он тоже история тоже солеварского юрий николаевич ракенцев да ну естественно кто у нас болельщиками ну я так думаю что виктор на на тоже должен да и вы должны были помнить в каком состоянии был стадион наш деревянные трибунки деревянные трибунки деревянные скамейки эти ну естественно людей было люди приходили народу у нас на трибунах была одна и вторая трибуна ну тысячи полторы 1 однозначно было там потому что больше не вмещал наверное кто не понимая скажем что в деревянных скамейках это сколько было рядов там пять шесть или семь да да не больше да мы сейчас говорим о стадионе шахтер таров еще тех времен это да те времена ну а самое большое на самое большое количество зрителей которые там собра собрались вернее собралась это у нас была товарищеская игра с минским динамо когда мы обыграли их 3 2 там было тысяч 10 наверное ну на самом деле в четыре или в пять рядов стояли на дорожках 10 тысяч человек на футболе в солигорске элементарно и вы делаете хитрик это чемпион советского союза приехал и там насколько я знаю там даже тяжело было выйти из автобуса то есть банально потому что там пацаны могли разорвать в тот момент от любви да от любви конечно потому что ну люди тест из солигорска на футбол ездили ездили автобусы заказывали по пять по шесть по десять автобусов ездила это как бы как работа профсоюзов был отправляли билеты распределяли люди ездили никогда не это никто не всегда ездили полный автобусы туда я сколько раз тоже попадал такие эти поездки и тут минска динамо приезжают без одного человека серёга олейников тогда уехал в италию его продали да а все остальные ребята приехали сюда ну и тот хитрик это вот как я говорю что я еще зацеплю эту тему да единственный в стране футболист вернее в советском союзе в бывшем из бывшего советского союза который курбыки в одной игре забил три гола у нас такое приятное молчание да приятное удивление то что мне но мне мне уже тогда было двадцать семь лет нилки но все равно вот это для меня осталось ну я и сегодня живут если они у меня три гола теперь глазами мы еще вспомним тот матч когда будем чуть на другую тему говорить вы сказали когда приезжали футболисты минского динамо эдуард васильевич малафеев их могли разорвать от любви когда они выходили из автобуса и потом они там с трудом чуть ли не уезжали расскажите пожалуйста для солигарчан местные футболисты вообще был такой статус знаменитость для однозначно да однозначно да потому что у нас освобожденных никого не было мы все работали на предприятии поэтому мы каждый день сталкивались с теми людьми которые приходили болеть наши на трибуны как бы вот эта ответственность перед людьми перед своими же товарищи потому что я в бригаде работал моя бригада постоянно приходил и потом вот прийти к ним там если ты на поле вышел там балду отвалял естественно они могут там и подвалить и ну не то что там я решил уже там конкретно хорошим словом вспомнят и не раз поэтому у нас как бы больше вот эта ответственность перед людьми с которыми ты работаешь и представляли все таки предприятие предприятие приличного уровня поэтому у нас как бы было было все вот эта связка работа тренировка работа тренировка производства поэтому мы как живой организм объединения белорусской ли и еще плюс спорта поэтому и все все ребята я вам скажу что у нас не немного было ну процентов 15-20 машинисту горно выемочных машин так ну я я крепильщиком конкретно работал проходчиком потом нас как бы эту крепичник это же очень тяжелая физическая работа третья профессия после машиниста и грозы в шахте это как волк один забрасывает но у меня правда другая бригада была но в основном такая была так что может на месяц уйти один на крепление и шарманкой с крепежным станком и так месяц можешь работать расскажите пожалуйста потому что слушать наш подкаст и не только шахтеры и люди которые живут сельгорске что это вообще за труд крепильщика и вообще проходчика все времена ну опять же понимаете есть у нас основная масса людей которые через шахту сегодня проходят они уже хотя знают знают это труд крепильщика это как вы знаете вот сменное задание да там 42 45 болтов поставить это на сто процентов для того чтобы ты сто процентов свою зарплату получил чтобы получить какую-то премию ты должен поставить грубо говоря на 10 болтов смену больше естественно это физически да это сегодня там есть доставщики крепежных материалов раньше ты приезжал и где-то на склад где лежали складировались эти болты разбирал эту кучу перелаживал в шасси вез на участок все это делалось руками я сейчас просто уточню что эти болты они там примерно около метра до до метра восьмидесяти спецкрепления выше 150 и вот эту вот штуку нужно вручную вкрутить в породу то есть фактически в стену 6 довольно таки довольно таки трудоемкий процесс этот это одно и физически очень не устаешь когда естественно смену покрутишь смену поставишь смену поносишь это тяжело наши слушатели вас к сожалению не видят но я хочу им сказать что владимир владимирович в прекраснейшей физической форме в два раза старше меня я в два раза тоньше его даже может быть больше продолжите пожалуйста но и вы ведь умудрялись ладно про тренировки потом расскажите про специфику этой сложной работы вообще вот я просто у меня бригада она работала на участке ремонта восстановительных и разрывных работ это мы так и и называется ремонт на восстановительный потому что мы ремонтировали и восстанавливали горные выработки главное направление где-то где развивалось горное давление вот это мы все крепили крепились железом бетоном железобетоном и деревом поэтому объем плюс мы еще работали в стволах и на копрах короче это колоссально тяжелый физический труд в этом и цемент этот как я понимаю мы делали мы делали все кроме добычи руды и как я понимаю у вас же там был довольно такой жутковатый случай когда у вас так чуйка вам немножко помогла и вы вовремя ушли из-под до лесов это не с леса просто свое время как в любой любой в любом производственном процессе в шахте то вот мы сидим в комнате да ну комбайновая охотка 3 метра если где-то идет сопряжение значит расширяется до пяти но есть специальные камеры для подвозки разгрузки материалов и они вырабатываются так что где-то до до 10 12 метров получается оголение кровли и за счет того что вот это вот пространство голая начинает давить сверху масса это которая начинает порода трескаться и начинает опускаться ну естественно вот наша работа в чем заключалась вот эти камеры закрепить крепились эти камеры болтами но когда болты не помогали сюда ставились деревянные стойки опускался лес трехметровый естественно замерялось расстояние обрезалась сколько надо ставили стойки вот мы где-то наверное стоек 30 звеном поставили сели тормознуть как говорится перекусить и в этот момент видно что довинула потому что стоял треск и одна стойка треснула пополам и вот так вот на наших глазах разошлось это было такое такое чувствительство я говорю ребята давайте так тормозки собрали и быстренько отсюда потому что это как бы предвестник что он может обрушиться да ну и на самом деле она упала только у нас уже там давно мы докрепили докрепили ушли эта камера на следующий день она уже лежала ночью где-то довинула так что она упала и стойки эти наши не помогли наверное надо сказать и в нашем подкасте труд людей которые работают в нашем городе шахтеров это действительно те кто говорят за что они такие деньги получают или что-нибудь еще такое колоссально сложные и к сожалению опасно но то что жили то что опасно это однозначно да то что тяжело это однозначно да поэтому зарплата даже может быть где-то какие-то какие-то профессии даже недополучает положенного и такое есть поэтому хотелось бы да обратиться к людям которые в какой-то момент решают на последних минутках не добежать где-то лишние 20 метров чтобы они вспомнили что люди под угрозой каждую смену и на протяжении всего рабочего времени видите давай веселому да в 75 год все таки да в 14-летнем возрасте когда вы дебютировали тут нужно наверное сказать про то что город соленгорск он 58 года выпуска скажем тогда и строили его люди со всего советского союза и соответственно в 75 году тоже было очень много при то есть местных фактически не было но здесь все за из завозные как говорится я даже насколько знаю бывших заключенных до привозили спорты 4 рода управления когда фабрику строили здесь была зона но не то что там заключенные но люди которые как это химия они были на своей территории сделали закрыли они там проживали их на 4 возили возили на 4 на работу но насколько например мне дед рассказывал были даже какие-то конфликты в городе да с ними потому что как бы не все находились в это не все там определенное количество людей ну и я с этим был бы знаком объяснил бы но я не знакомую как это были такие как категория которая не выходя да и категория людей которые имели право выходить и были конфликты а всегда где в нашем городе могли быть конфликты танцплощадка только там магазин танцплощадка хотя в то время что тут было первый магазин наверное бибик да народный но вот лень улица ленинская комсомола это было центр жизни центр это не то что центр это был край жизни потому что дальше это был лес но там же был какой-то этот там где какой-то центр молодость какой-то был это клуб строителей правильно потому что он как бы оттуда оттуда как-то вот так вот строился от от чижей от не от чижевич и вот в город он строился сюда до улицы козлова дома но пошло в центр туда уже в сторону третьей школы потому что я как бы хорошо вот это вот помню когда ну когда мы мы начинали жить на шанхае я еще помню квартиру снимали на какую комнату на шанхае в домике да потом поболтались немножко вот я последний раз когда мы жили снимали квартиру комнату снимали комнату двадцать третьем доме на ленина правая сторона и еще не было улицы ленина у нас самое отдаленное у нас чтобы дойти представляете вот сюда мы ходили на юстику вору кататься на лыжах да это мы полтора километра шли по лесу вот где сегодня где сегодня стоит терем до ресторана так терем вот я там рыбы собирал для слушателей которые не знают вот эти всех терминов шанхае юстиковая горка не солигорска объясним что за все эти годы солигорск короче капитально разросся и теперь вот это где был лес владимир владимирович говорит это все вполне себе такой жилой центр уже почти почти за за свои туда ну в ходе свои владения как вы вот когда вот приезжали да то есть вы бы здесь оказались первом классе тут кто-то местный уже но условно у кого-то родители приехать чуть пораньше он здесь родился кто-то приезжает еще то есть постоянно какое-то бурление было постоянно было какое-то обновление что ли добавление народа у нас помните если такие времена вот эти клубы по месту жительства вот тогда чайка чайка потом искатель искатель находился на вот в этом доме который сегодня стоит напротив грина через дорогу заслонного это вот было два клуба в котором были как бы вот это наши наши молодежь это вся в этих двух клубах она была как бы сконцентрирована все это вот у нас было время пропровождение по интересам там были секции и футбол и хоккей и шашки и роли салон занимались салон я затрону запомнил еще таким чем да я вам скажу что вот когда естественно это все загубили это я все-таки считаю что это минус большой был потому что ну хотя в то время что у нас то время было чем мы мы или мяч или забор или стройка лес вот вот наше было поэтому мы наверное правильно сказать были и координированные и быстрые потому что мы сами себе придумывали игры сами себе находили места где это время провести были без присмотра не было у нас этих ни телефонов ни компьютера у нас было у нас больше было движение на улице поэтому скорее всего что мы такие выросли таки ну и соответственно зарубы я думаю между чайкой искателем были зарубы были ну потому что в чайке всегда были собраны самые-самые это чайка это первое первое наша ласточка солигорская когда самый старинный клуб да самый старинный которые на советский союз ездили играли и футбол и хоккей да ну потому что как бы потому что этот клуб находился можно сказать в центре на в центре нового города новый город это улица максима горького до улицы заслонного это вот этот район ну это самый первый район который можно сказать высоко высоко это многоэтажными домами строился первый первый район вот поэтому а там естественно вся молодежь была там потому что родителям давали квартиры родители приезжали заселялись дети при детей привозили с собой вот вот оно оно все так так рослось поэтому потом появился искатель потом появилась мечта и вот так вот потихоньку как как рос город так и росли районы так и росли клубы так и росли дети а семьи как росли все же приезжали же одиночки холостяки как-то приезжали ну как я не скажу я не скажу как расти но время проводили выходные дни собирались вот у нас был в ковалевая лоза да раньше было песчанка те времена когда вот это полгорода нашего не было да все выходные столько проводили всяких массовых мероприятий все на песчанке на щенка это пляж это пляж который вот буквально 200 метров до базы от нашей ну тогда это было вообще идеальное место чистая вода стояла вышка стояла сцена концерты художественная самодеятельность выезжала торговля естественно ну них не запрещено было и спиртное но в то время как вам сказать что выпивали люди но не так что раньше у нас и на рудниках продавали да ладно были прям черепене лавочки лавочки не были в буфете было все сложно такое представить нормально шахтеры после смены выезжали по 50 грамм и ехали домой ну а потом получился обратный процесс 50 грамм и в шахту поэтому это все очень быстро прикрыли так люди отдыхали так люди естественно знакомились вот отсюда новые семьи новые дети да и все это а было тогда уже как сейчас например что можно было подойти в компанию знакомиться сказать я футболист игра за солигорские шахтеры я у вас видео на фотографиях очень стильные модные усы того времени вот сейчас футболиста можно легко в минске например узнать то есть это обязательно какой-то пижонистый молодой парень с определенной прической с какой-то сумочкой и так далее тогда были какие-то вот такие внешние атрибуты футболиста которыми может быть они пользовались при знакомствах с противоположным полом нет я вам скажу что нас знали без этих атрибутов вот это класс шах и мат да ну потому что разговоров очень много было про футболиста естественно все интересовались естественно куда идешь идешь на танцплощадку там где-то еще маечку пододенешь да и уже все и и не надо а так то то поколение которое старше старше нас в то время было на 15-20 лет они нас знали по производству по трибунам когда приходили на ну естественно это все передавалось от человека к человеку а тогда что это ж не сейчас что 100000 когда 30 тысяч городе было как тут от кого спрячешься однозначно нет и некуда прятаться негде было прятаться вернемся еще к чайке мечте и так далее просто я знаю классную историю насчет вы ведь в хоккей хорошо играли ну было почему в прошлом время я имею ввиду ну ездили вот вы упомянули первенство советского союза вы ведь ездили туда нет нет я туда не ездил я уже если честно я не помню почему почему я не попал туда а старшие ребята ездили там же по годам было не пустили не то что не пустили не нельзя было молодым за стариков играть как говорится ну как молодым но такая подстава в обратную сторону обратно да тогда очень сильно за этим следили если ты 61 года рождения значит будь добрый играть за 61 год не было такого вот например сегодня три группы играют группа там 19-летних 18-летний 17-летний и все и даже если ты хотел за старших то ты однозначно не проходил потому что всегда когда приезжали как эта комиссия смотрит открывает документы не подходишь свободен я еще я не попал ни в хоккей на золотую шайбу не попал ни футбол поэтому мне одно так а одна это как это мой второй тренер любимый владимир антонович пигулевский который сегодня звезда бгуда тренирует но как он не тренирует а директор этой школы вот это мой учитель когда я в трудовых резервах три года играл учились учился играл у него трудовых и благодаря ему в армии попал в бобруйск они на далекие на далекий кольский полуостров да да просто что получается интересно когда человек в 14 лет играет с мужиками со взрослыми на первенстве боссера но за юношей получается не попал чтобы не выносил наверное такие законы то сегодня пытаются обойти там я как бы я помню это время когда из паспорта доставали страницы все это скрепочку скрепочку разжимали страницы доставали со второго вставляли сейчас расскажите так это на самом деле было понимаете это все было на самом деле потом эти свидетельство рождений хлоркой выводили потому что чернила и было написано хлоркой выводили по-новому писали добавляли потом по-новому опять уводили все старое возвращали если бы кого-то вот ну был у меня один товарищ у него не зеленая метрика корочка была да желтая хлорка 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 да потому что ее там по три по четыре на соревнования нужно было ездить на год на год стирали да на соревнованиях хотелось а год то нет значит надо надо подправить слушайте люди сейчас молодые на такие ухищрения идут только ради нового айфона наверно а вот здесь ради спорта шли люди а выход другой какой был бухать бухать ну бухать это не выход из положения тем более тогда ну мы как-то в этом нет были были конечно моменты что там на дискотеку чтобы с девочкой потому что все знаете так это не каждый такой что группа тарас пашку да и пошел перед а познакомиться с девочкой надо немножко себя как-то 150 грамм дома у родителей для смелости для смелости своей это и украдешь вилки потом когда мама или папа найдут получит кого по полной праве нормально воду подливаем я вам расскажу у меня и по сей день двоюродная сестра живет в грузии раньше они каждый год приезжали ну когда родители живы были они каждый год ехали сюда ну уже лет на 15 она так не ездит потому что некуда папа умер мамы тоже нету и они всегда привозили чачу и вот тетя наташа маме две грелки две грелки шесть литров ну мама естественно переливала а мы со старшим ваш брат анатолий отливали да ну тот то не лазил а я был этим сторонником так и все а сестра не рассказала как чтобы не помутнела и как-то гости приезжают мама тут сестра племянница приезжала сейчас мы это чачу попробуем раз банку достает она что сивуха такого цвета естественно сразу ясно было что кто-то туда запустил руки мы естественно не признались но в итоге в итоге скажу что разбавляется это все кипяченой охлажденной водой запишите владимир владимирович давайте тогда заклисуем немножко эту тему вот это самая легендарная бытущее о вас формулировка такая все у всех кто интересуется футболом так или иначе не только в солигорске что вы были полноценным играющим шахтером но там ведь была какая-то специфика потом уже чуть позже когда вы стали мастером бригады по-моему так это правильно называется бригадиром бригадиром да расскажите пожалуйста как это все происходило и я вас очень попрошу рассказать о вашем интересном режиме дня в момент тренировки и когда вот у вас была смена что сейчас многие молодые футболисты жалуются что сложно играть через три дня на четвертый поделитесь пожалуйста вот вашим тем опытом делиться то нечем ну как нечем и делиться есть чем просто такая ситуация что такое электрослесарь 132 рубля зарплата в шахте а можно примерно ориентировочно хотя бы сравнить что сейчас за это можно купить было бы условно молоко сколько стоило молоко стоило 12 копеек бутылка то есть 8 бензин давайте я не скажу бензин больше не было поэтому я не я скажу так бутылка водки стоила 362 так то есть можно было купить 40 бутылок водки ну да пусть сейчас бутылка водки стоит 10 рублей не спрашивайте откуда это знаю сколько стоит дешевая водка мне надо было просто когда-то это узнать то есть даже 200 долларов нет на сегодняшний доллар доллар по моему тогда был или 86 или 88 копеек были времена да когда местная валюта была в эквиваленте когда местные когда говорили ребята покупайте доллары а мы да ну зачем стоит меньше рубля ну то есть это не не супер космические зарплаты ну даже не космические наверное она не супер космические но когда у тебя например вот я пришел да я первую зарплату получила у меня мама получала например там 110 рублей а папа работавший в ждц он получал 90 рублей 100 рублей тут в шахте 132 уже больше чем у родителей все таки но все равно это не те деньги естественно в шахте работавший да и я просто пришел к начальнику Александр Павлович давайте так футбол футболом жить то надо давайте если можно пойдешь в бригаду я говорю пойду он меня закрепил за бригадиром я отучился 32 дня сдал экзамен и крепивщиком по третьему разряду перешел к нему в бригаду и вот через два месяца я еще раз отучился уже при учебно-курсовом комбинате на четвертый разряд это уже стала зарплата у меня 240 рублей за счет того что ну специальность другая да разряд естественно выше все от разрядной сетки ну естественно здесь все идет там и премиальные другие все это все на ровно ночные вечерние все так складируется при хорошем раскладе при хорошем раскладе я даже получал где-то в районе 800 рублей я вам скажу когда там когда за смену по 8 кубов бетона мешали знаете что такое 8 кубов бетона замешать вчетвером да там приспособление придумывали всякие бурилки вертушки эти но в то время это 8 кубов это надо привести щебень песок воду засыпать грубо говоря в корыто да размешать замешать вылить его потом опять съездить привести засыпать все это сначала в шасси шасси в корыто и вот так вот я шел до этого да дошел до того что пришел момент умер у нас бригадир сердце остановилось домой после смены приехал покушал сел в кресло и не проснулся меня первый раз переизбрали на бригадира 93 года когда развалился советский союз я бригадирил у меня как бы было право выбора мне как бригадиру и согласен согласие начальника участка я подстраивал просто смены под себя я мог в ночь уйти чтобы утром на тренировку прийти или с вечера пойти чтобы на следующий день ту же потом уйти в ночь ну чтобы подстроиться чтобы попасть на тренировку я подстраивал под себя смены спали вообще в таком графике успевал успевал то есть вы просыпались грубо говоря в пять утра ехали на смену на рудник ну не в пять смена у меня начиналось в семь часов я вставал где-то без двадцати шесть без двадцати шесть в шесть десять я на остановке возле юбилейного садился ну и вот в семь часов мы в семь двенадцать мы шли на спуск где вас ждали восемь кубов бетона где-то ждала куба четыре леса что тоже как я понимаю на плечах переноси это тоже потом часов сколько смены длилось ну семь часов семь часов смена в душ и на тренировку приезжал домой пообедал полежал часик и на тренировку а в дни матчей мог с ночи расскажите эту историю иван щекин же как-то вам рассказал подошел там на тракторе играли я работал это мы поехали я скажу 2-1 мы проиграли я знаю андрей хоропейка забил гол 2-1 мы проиграли и после игры в 12 часов игра была на тракторе ну естественно я в восемь выехал меня в восемь часов на проходной забрали проходной первого рудника ночь вы отработали и 8 утра меня забрали и вот я грубо говоря что успел в автобусе поспать то я поспал ну естественно какой я на поле была игра последнего защитника ну все равно там тогда еще там валик тот же белькевич саня хаскевич команда была довольно таки приличного головоку журавель ну они нас обыграли но кое-как и вот я после игры выхожу в поле иван Григорьевич такой подход выводит что ты какой-то сегодня какой-то не такой так я не спал еще как не спал я только со смены вот четыре часа как со сменой он говорит да как он него сам не понял я вот отработал смену 8 часов выехал меня забрали на проходной я час полтора в автобусе поспал вот но как я понимаю вы один такой уникум да то есть остальные все не ввязывались в эту борьбу это же какая выносливость какая физика нужна просто от природы поэтому скорее всего это не от природы это физика наработанная потому что и на плечах и на руках и на ногах это же все куда если нести значит на плечах да если ставить значит руки каждый день физическая работа а не в тренажерку ходи да на со временем тренажера я вам скажу что намного там и эффективнее там это под землей намного эффективнее потому что там и проседание и наклоны и влево и вправо и как хочешь и разные весовые категории лесостойка грубо говоря весит 60 килограмм да и вот ее поднять надо вдвоем а есть если в зимний период это она полежит сосна наверху да под снегом наберет влаги и опустят а ты ее на плечи и несешь а если отпустят вот такую сантиметров 50 в диаметре 50 60 да ты ее поднимешь тащишь втроем а если нет и четвертый подходит только чтобы занести я вам скажу честно я всегда от нашего подкаста пытаюсь что ты лично для себя брать я после этого подкаста больше никогда не буду лениться искать оправдания что мне нет времени ничем заниматься спортом или еще чем-либо за это вам спасибо владимир владимирович правда из него смотрю на вас его строгать смешно ловко немного такой моментик мне всегда было интересно мы сидим просто сейчас в комнате где довольно много экипировки да то есть тут и для академии для дубля что-то ну и это постоянный поток поступающий да то есть там каждый год словно да сколько-то там комплектов сотен можно сказать да вы сказали что когда шли на дискотеку иногда могли подать здесь футболочку а как было с экипировкой вот в 80-е условно никак где ее брали они как вот где вот команда шахтер брала экипировка у нас не было экипировки потом выходили играть ну форма форма игровая да у нас вот калинка купалинка вот мы приносили эскиз маек да у нас костюкевич николай григорьевич он на это мастер был по придумывал там расцветки полоски такие такие вот приносили и на фабрике шли все у нас другого у нас не было то есть тренировались у нас первая более-менее нормальная форма экипировка это и какая экипировка игровая форма у нас появилась когда нам подарили немцы сайков голубую да вот эту такую белый голубую вот это первая форма и и пуму куртки которые зеленые с синими таки и белые полосками слушайте пума в те времена наверное это было очень модно она была вот я на меня до сорок восьмой размер надо у меня на на пятьдесят второго ну ну пятьдесят второго они же с ними что смотря не привезли тем более я вам скажу я когда посчастливилось съездить в германию командой да и когда я увидел тех ребят которые там находятся то я понял почему у меня пятьдесят второго размера куртка было потому что там минимальный рост который принимались в команду да вот в бохуме сто восемьдесят сантиметров ниже не брали это девяносто четверти по моему тогда в продолжение темы как как раз мы говорили про вашу физическую форму про рост немецких ребят из бохума сейчас очень строго футболист относится к питанию своему правильные добавки какие-то углеводы белки жиры вы саркастически так иронично скажем так ухмыльнулись что вы тогда ели что бог пошлет и нормально вырос и как то что бог пошлет почему чтобы что родители приобретут магазин елки колбаса сало не в смысле я говорю когда уже вы были и играли футбол а у нас что у нас цель направленного питания не было не было таких условий как вот сегодня что-то не на базе да они пришли в столовую им тут нарезки сделали там то 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 да у нас такого не было нам давали питание 250 талон на питание да и мы хорошо что когда-то перешли в это в ресторан новой прессе если помните такой был у нас да вот мы там ну мы его естественно эти талоны отоваривали давали там кассирши рубль полтора остальные забирали дня то есть еду почти никто не брал как бы как какую еду возьмешь в ресторане колбасу палку колбасы поэтому день я питались дома ехали на выезд родители тормозки слаживали колбаски салцы лучка то есть обычная человеческая еда без каких-то никаких не было у нас не мы просто какое питание у нас раньше какие добавки никто не знал эти добавки у нас добавки было укроп да лук чеснок зеленый вот эти листья вот когда появлялась вот это нас добавки были продолжаем рецепты от владимира владимировича кавалин сало и чеснок елки все а режим вот условно тренировочный я имею ввиду ну то есть перед игрой там условно за 4 часа там запрещали запрещали нам за 4 часа до игры мучное однозначно у покойного щекина в день игры это однозначно никаких салатов у нас был голый бульон и курица без гарнира и стакан чая не компота представляете я съедал это да ехал домой садился и и нормально ел да второй обед и нормально ел да потому что ну мы не я не знаю мне не хватало а гена каминский у нас вообще перед игрой по две булочки съедал и тоже достаточно много забивал да поэтому вообще я с этим соприкоснулся это в чехии вот когда я в чехию попал вот это я все увидел как на самом деле она все должно быть сиональный хотя я не был в профессиональной команде но четвертый дивизион вы говорили до 4 дивизион получилось что просто пришел меценат пришел с деньгами решил команду вывести в экстралигу это высшую лигу да и за два сезона он поднял ее в первую а потом посмотрел что финансы то и уходит а у него немного немало я считаю что для чехии это очень богатый человек был у него было шесть мясоперерабатывающих комплексов но все равно денежки любой хозяин да любит счет поэтому он как финансировали резко прекратил и команда упала туда где она откуда она начинала но я думаю что люди когда приходят в футбол они всегда думают что ну то есть немножко себе планочку ставит одну а в итоге засасывает да ну вот да и вот тогда я узнал что такое режим что такое питание что такое вот эти добавки я увидел но я никогда ими не пользовался не знаю может быть от того что я не привык к этому для меня что для меня лучше это лучше огурца съесть или помидор у елки вот и сало кусок ну наверное к тому моменту уже состоявшийся игрок то есть тяжело себя на другие рельсы поставить если ты условно если схема работы если если с юношеских пор этого не делать то потом менять это я как-то обсуждал там с одним из тренеров там парень быстро бегает но не очень правильно ему начали ставить технику бега правильную он стал бегать медленней потому что потому что вот потом ну то есть он уже сформировался до этого переучить очень тяжело да и поэтому ну типа бросили это дело насколько я понимаю вернемся опять восьмидесятые три кубка три кубка бссср что это была за команда и серебро чемпионат бронза и серебро бронза и серебро чемпионата что это была команда я так понимаю что в принципе вот это можно ли это назвать золотым поколением восьмидесятых именно ну я вам скажу да потому что он висит сколько трат четыре пять десять маек раз два три четыре пять пять маек можно сказать с тех годов то пять футболистов предупредим что владимир владимирович смотрит на маки которые развешаны в такие в таком импровизированном музее клубном где мы записываем подкаст который потихоньку создает александр михайлович новик и вот пять маек из этих десяти это ваше да это та команда которая восьмидесятых года выигрывала эти кубки кто ее собирал как она появилась она появилась это заслуга костюкевича но мы не приглашали не приглашали футболистов кто такой был в свое время колесе грякович да парень с деревни ленина лунинецкого района кто его знал в области там сдали до первенства области когда играл баре вот он понравился не григорьевич его забрал сюда устроил на работу также забрали саврийского споржодина вот так вот собирали до волотковича саню спорты потихоньку потихоньку коля гринюк саня волоткович это можно сказать свои но районные пацаны ну коля михайдюка склецка привезли кто там ну а виталька кочановский покой но он спинска сам пинчев тоже его привезли сюда вратаря ну то есть селекция все равно велась такая не исключительно местными понимаете как это все было вот у меня есть знакомый да он хороший там хорошо играет на первом стороне играл ну давай посмотрим привезли посмотрели один день вот сегодня приехал на завтра езжать забирать документы если там где-то работал приезжали устраивали на работу вот так вот эту команду он и собрал с миром по нитке и тригуком по нитке получилось да как раз это самое то время когда все говорю что самый расцвет во-первых возраст тоже 24 25 26 27 28 лет поэтому у нас на нас средний возраст команды был 25 лет это просто что вот пришло время выстрелить и вот выстрелили кто был тогда вашим главным соперником потому что сейчас я вот смотрю на список команд многих просто уже нет ну вы знаете тоже спутник минске да в голове с пунктусом еще пылил бобруйск было всегда у штейнбока покойного у него такая была бригада но он завозил со всего советского союза привозил у него и латыши играли россияне играли и со смоленской и откуда только не играли еще у него знакомых было больше ну потому что он и хоккей держала хоккей то вообще кто в семидесятые года восьмидесятые в бобруйске как гремел хоккей опять же во главе с владимиром антоновичем пигулевским потому что он там играл этому ну как бы вот может быть найти говорят что шахтер это как бы кубковая команда да а но так на самом деле по и можно сказать и получилось что мы чемпионате выступали неудачно в кубке настраивались значит так что мы били потихоньку но самый тяжелый финал это был наверно восемьдесят восьмом году когда мы с обувщиком нет по пенальти мы обыграли спутника бы играли дома мы их по пенальти играли так как бы легко родно в первом 3-0 во втором 3-1 поэтому что у вас история с пенальти я знаю что у вас было несколько пенальти важных которые мазали это или волнение я не знаю но самый конечно самый это первые суверенно чемпионат 22 минуты не забиваю но потом все равно стали первым не судьба значит пенальти просто вот вошел бы когда а так пошел что первый незабитый мы так нужно было национально чемпионата первый с пенальти да кстати он был мог быть вообще национального чемпионата первый гол да да так он первый незабитый пенальти национального чемпионата а так могут но тоже титул какой-никакой да владимир владимирович семьдесят седьмой год шахтер ездит на игру в бобру иск помните эту забавную историю я остался в лесу расскажите короче едем вы еще как бы сами понимаете какие в то время средства передвижения дабы у нас на базе кавс кавз 969 такой с этой ручкой которая дверь открывала тогда раз она откроется потом чтоб не открывалась и и туда зажимали ну вот на этом отрубился мы дороги это еще на старой дороге не было и мы через луцк ездили ну и подъезжали там километра на двадцать пять наверное оставалось до бобруйска костюкевич надо передохнуть отдохнуть в лес сходить естественно по нужде кто как ну я считаю это если где-то остановка особенно в это время ну естественно в лесу значит грибы рецепты продолжаем да да я сразу оп туда и подальше в лес ну все они в это время фа-фа они уже сходили все садятся в автобус водитель фа-фа а я шел я в лесу я слышу что завелся я такой ну все кирдык сын и поехали они все я выхожу на дорогу а что делать знаю а уже что туда или сторону да ну и все я потихоньку вдоль обочины еду грибы собираю майку снял и насобирал целую майку грибов смотрю назад автобус ездит они короче они приехали в бобруйск гостиницу а то есть они успели доехать они заехали они заселились в гостиницу костюкевич сел в автобус и назад за мной приехал меня забрал возле глуши есть такая деревня 18 километров до бобруйска глуши а вот я где-то 7 или 6 километров я прошел пешком насобирал майку грибов белых слушайте а как вас не заметил а суть в чем а суть в чем они сели ну и как всегда тренер все ну и вася капачения все автобус то небольшой костюкевич поворачиваться так володи нету а так вот он здесь под сиденьем спрятался поехали и они уехали нормально а что за история то подождите вы говорите как костюкевич за вами вернулся за рулем что ли нет водителем а что за история когда он за рулем как-то поехал когда ну это кубок миллионов помните такой турнир производственных коллективов я только читал вот пить санкт-петербург ленинградская светлана заводская команда была там и вот мы с ними попали это было на четвертое уже финала потому что покупка если проиграл бы нет мы были в питере ехали назад естественно водитель у нас один в то время это не проблема но и хотя откроет тайны не хотел бы рассказать ну ладно где-то возле пскова водитель начал засыпать ну и григорьевич волос давай я тебя подменю и он сел за руль автосана и в прямом смысле рулевой команды да да и сел и ехали правда далеко не заехали до первого поворота дай бог дай бог что все живые остались да просто мы слишком крутой поворот был слишком сильно он разогнал эту машину и не сумел ее остановить поэтому она ушла в кубик на повороте все знают солигорчане такую фразу от парижа до чужевич лучший тренер костюкевич существует такая легенда что она родилась когда вы привезли первый кубок белоруссии сюда в солигорск к строительным тогда собрались там сотни людей расскажите честно как это было чуть ли не носили вас на руках вся эта процессия двинулась к центру города зданий белкаль а то есть такой настоящий чемпионский пораном это здание белка ли не дошли мы до мы остановились возле клуба строителей ну как остановились мы клуб Times до приехали вот где сегодня вот этот переход раньше был перехода с клуба строителей к первому камню там же был спортзал молодость естественно вот мы здесь остановились вынесли кубок этот установили перед потому что это было уже, уже стемнело, мы, как бы, можно сказать, что где-то в 9, в 9, наверное, в начале 10-го. И мы вот так вот, люди стояли на дорожках, аплодировали, а мы с этим группом шли до центральной площади города. То есть, надо понимать, современные парады чемпионов, это двухэтажный автобус, разукрашенные в цвета, какие-то сопровождения, а там пазик, условно. Там, условно, кавзик, да, кавзик с включенными фарами, ни Гайовых, ни милиции, ничего. Мы шли, народ стоял, народ кричал, мы кричали. Вот так вот мы дошли до площади, на площади разошлись. Слушайте, ну это классно, это атмосфера прям какая-то такого... Во-первых, во-первых, этот первый кубок, да. Во-первых, ну, сами понимаете, что такое провести первый раз, приличный трофей провести до Мойлки, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я понимаю, о чем вы говорите, а если по масштабнее, например, льготы какие-то появились у футболистов после этого кубка? Никаких. Не было у нас льгот. У нас только одни, как это льготы были, ну, это согласование генерального директора, ребята, которые, ну, имели право, сейчас скажу, на два дня не выходить на работу. Ну, как бы ставилось... Три дня работали, два не выходили. Сейчас дают людям призовые, какие-то машины, а там два дня на работу дали не выйти, и то хорошо. Нет, а вообще, потом стали, как бы, вот, чтобы нормально тренировочный процесс шел, писали бумагу, и, как это правильно сказать, ты в месяц восемь смен не выходил на работу. Но они оплачивались. Ну, ты заменял тренировками. Ставился в табеле, ставился выход, но ребят на работе не было. Вот и все. Вот все привилегии, которые были в то время. А почему из футболистов тогда не делали звезд из местных? Это система советская такого всеобщего равенства. Либо футбол тогда не был прям игрой номер один в таком маленьком городе, либо просто это не было принято у людей того времени. Как правильно? Если честно, я даже не знаю, но... Вот если бы показывали по телеку... Это хорошее. Может быть, да. Вы понимаете, если бы это где-то освещалось, а так что они написали, вот в прейсболе, да, или в этом физкультурнике Белоруссии, да, написали физкультурнике Белоруссии, и покойный Майский написал советской Белоруссии. Вот и что там? Такая вот заметочка там, я не знаю, абзацик и маленький, и все, и больше ничего. Я надеюсь, молодым вашим слушателям интересно сейчас будет сравнить, как сейчас происходит вообще масс-медиа белопутбольное. Да, сел, телефон включил, и смотришь, что хочешь и где хочешь, да. В то время ты уехал, и неизвестно, куда ты уехал. Чтобы позвонить домой, например, да, вот ты там на два дня или на три дня уехал, позвонить родителям, что все нормально, это надо было найти, идти на почту, на междугородный переговорный пункт, чтобы позвонить домой. Ну, я все времена застал, я поэтому не сильно возникаю. Поэтому, понимаете, ну, о чем можно? Сейчас это сложно вообще представить. Сегодня это, сегодня, ну, я не знаю, если бы вот их бросить сегодня туда, я не знаю, что было. Я не имею в виду больших футболистов, да, вот детей. Хотя, вот видите, они даже сегодня за ними, присмотрщики, да, воспитатели. Стирка. Стирка. Кормежка. Кормежка. Это все, не надо. Только жевать еще за цепь не живет. Ну, все, мясорубку взять, эту электрическую, да, чтобы она... Поэтому... О чем нам, в принципе, в прошлом подкасте Юрий Коломыс рассказывал, что как-то надо поэта, пожестче, стержень, Ну, может быть, понимаете, может быть, сегодня это и не прокатит жестко, пожестче, да? Ну, я не знаю, ну, я вам просто скажу, что сегодня это другое время. Неплохое, не хорошее, а просто другое. Другое время, да. Я говорю, я... Мы вот, бывает, собираемся там где-то посидим, знаете, по 50 грамм выпьем. Когда мы нынешние условия, да, перенести туда, знаете, сколько... Ну, врать не буду. Было бы намного больше футболистов приличного уровня. Потому что таких условий, не было. У нас поле, это на Шахтере, одно бедное поле, да, которое мы перекапывали сами, пахали его сами, косили его сами. Представляете, в 4 часа утра приезжали Саврицкий, Коля Гринюк, старший мой, Колющий Грикович. Капитан команды, да, с косой? Вставай, ну, как это, коси коса по караса, да? И вот выходили вчетвером, становились как в деревне, да, и пошли. Такой тимбилдинг, да, скрепление команды. И все, вот, понимаете, потом мы его расширяли, опять же, потом мы, если помните, резина лежала на дорожках, которая потом лежала на строителе, да, это же мы резали все ее сами руками. Витя, в музей надо нести. Еще пару кусков резины осталось, кстати, я даже знаю. Она тросиковая, представляете, она тросиковая, 132 тросика внутри. Это плотная, значит. Нет, она не плотная, на которой, можно сказать, нервующаяся. Да. А вот как ее на куски попилить? Ножолочкой. Там, по-моему, она 2 сантиметра в толщину. Да. Такая. Так, а тросик четверка, 4 миллиметра. пошла спецлексика. Владимир Владимирович, я правильно ли вас понимаю, что вот эти суперкомфортные условия, которые направлены логично на то, чтобы футболист рос, ни о чем не думал, развивался и думал только в сторону футбола, наоборот, в некоторой степени как-то расхолаживают молодых ребят и, ну, немножко играет, так сказать, во вред. Может быть, во вред и играет, да, но, понимаете, все зависит еще от человека и от этого футболиста. Вот я иногда приезжаю вечерями, да, вот вроде бы ребята живут на базе. Молодцы, но есть вот там площадочка, да, вот там 4-5 человек постоянно. Вот они, что они хотят играть, да? Те, которые с головой, да? А другие? Да почему остальных нет? Но, наверное, должен быть какой-то такой старший товарищ, который мог бы объяснить, да хоть чего рассказать. Да, по-моему, сегодня им не надо объяснять-то. Они сами все знают. Они должны знать, они сегодня не надо, сегодня залезть в телефон, да, что надо? спроси у Гугла, он тебе скажет, что надо. И как, и даже, даже я. Спрашивайте у Гугла. У меня дочка младшая, я говорю, доча, как вот это он, папа? Ну, спроси. У телефона спроси, он тебе скажет. Все правильно. Раньше шли в большую советскую энциклопедию, либо к родителям спрашивали. Ну, так хорошо, такая большая советская энциклопедия, ее же надо было приобрести. А какая цена ее? Ну, колоссально, насколько я понял. Больше 100 рублей. А, ну, это почти зарплата, про которую вы говорили, на первых ваших порах 120. Вот это, понимаете, поэтому сегодня я говорю, что сегодня вот такие условия, я бы не вылазил бы, наверное, да? Что, мешает им встать там в полвосьмого, заведи будильник, встань, пробежись по полю, босичком, да? Потом приди покушай, поедешь на зарядку, на тренировку. Вот тебе зарядка. Никто же не будет, не гоняет, не заставляет, не надо ничего. Нет, но тем не менее, я, скорее всего, с вами согласен, что как раньше не прокатит, что сейчас нужно создать условия. Сегодня, да, сегодня все научены. Сейчас нужно создать условия, потому что не создашь ты, создаст кто-то другой, и более или менее толковый парень, он просто перейдет туда, где лучше. Ну да, ну, а это одно. А второе, вот сегодня, ну, сегодняшним моментом, вот я как бы вчера разговаривал с человеком на приглашение в свою команду, да? Я с ним разговаривал в начале сезона, ну, я хочу посмотреть там повыше, первую левую. Ну, посмотри. сегодня звоню, знаю, что человек сидит на скамейке, ну, зарплату получает, я говорю, давай, ну, ты же сидишь, давай, рассмотри вопрос к нам. Такая, меня все устраивает, понимаете, вот как? Сидеть на скамейке человека устраивает за ту сумму, которую ему, как бы, платят. Ну, о чем это? Ну, ему футбол этот не надо, самое главное, это зарплата. Сидеть на скамейке в первой лиге, это они, в мадридском реале устраивают. А самое интересное, что он уже с агентом, он уже с агентом, и уже агент пытается решить его вопросы. Я вот это, ну, для меня агент, это, ну, я не знаю, ладно, там Бундеслига, да, английская лига, испанская лига, но у нас, у нас ребята еще... Так, мне футбол, в который игра Владимира Владимирова еще больше нравится с тем временем, там как-то поинтереснее, у нас все одно и то же, агенты, деньги, и, короче, не входят люди. Первый вопрос, деньги, да, и все, а это уже не футбол. Говорят, не надо себя в футболе любить, а не футбол в себе. Мы с Юрой Колымыцевым, кстати, об этом... У меня есть такой значок Николая Старости, но простите. Об этом говорили, Юра Колымыцев тогда очень классную фразу сказал, что если ты не будешь заморачиваться только на бабках, будешь работать, играть, то у тебя и деньги будут. Так в том-то и дело, да. И так и во все. Работай, играй, и будешь получать, а если ты сразу ставишь вопрос денег, нет. Но хорошо, как раз вы предварили такой один из тезисов нашего разговора. Люди просят деньги, например, не забив или забив там условные там 5-7 мещей в сезон, то есть они уже думают, что они показывают хороший результат. В 87-м году вы забили 25 голов, в 88-м 30. Это я говорю без кубковых. У нас похожие результаты, ну, топовые бомбардиры в наших чемпионатах, забитых за сезон, это Януш 15 и Климентко стихонечком по 17. Футбол другой стал, понятно, дело тяжелее забить. Но почему вы на протяжении двух сезонов могли стабильно подтверждать свой прошлогодний результат, улучшая его на 5 голов условных, либо нельзя сравнивать то время и нельзя? Я думаю, нет смысла сравнивать. Там более такой был любительский футбол. Здесь уже профессиональный, поэтому как бы я только в этом вижу. Наверное, да, наверное, все-таки, что тогда был более любительский футбол, хотя отношения были совсем другие к футболу, да? Хорошо, но вы забили три мяча в товарищеском матче Минскому Динамо. У меня был вопрос, почему вас тогда его туда не забрали? У вас есть про это история? А я уже старый. Вам сказали, что вы старый, 27 лет. Ну, Эдуарду Васильевичу слова, 27 лет, мы его, мы его, как он, мы его прозевали. Он уже старый для нас, а через 3 месяца Виктор Петрович Сокол, 29, вынырнул. Объясните, пожалуйста, вообще, вот Витя спрашивал несколько минут ранее, проводилась лекция, собирались какие-то игроки, но внутри, скажем так, низших зон чемпионата БССР, ну, неужели из верхушки никто не цеплял талантливых ребят? Когда парень забивает 55 мячей за два сезона, неважно, там, насколько любительский или полупрофессиональный уровень игры, неужели кто-то из высшей лиги СССР не обращал внимания? Ну, не только высший был, ведь тот же Днепр, который играл там в первой, например, да-да-да. Ну, может быть, может быть, по уровню своему я в тот же Днепр по первой лиге я не попадал, потому что, я вам скажу, там бригада была, ой-ой-ой. И на моей позиции играли Василевские. Один Солигорский, Саша Василевский, второй Петя Василевский, да, которые, ну, вы же сами понимаете, это бомбардиры от Бога. Брест, вторая лига. Щекин покойный меня тащил туда, когда я еще был пацаном, ну, не знаю, родители. Вообще, если честно, ну, я как бы домосед. Солигорис от мозга. Ну, домосед, да, потому что вот туда я не поехал, может быть, это было, хотя он звал сразу для поступления в ПЭД-университет, это учеба и команда. Не поехал. Поехал в Бобрусь, потому что надо было армия, ну, получилось так, что армия. Поехал туда, потом вернулся с армии, устроился на работу, устроился, позвали в Гомель, в Гомсельмаш, в 83-м году. Это какая лига была? Вторая лига. Пришел Николай Иванович Киселев, такой, спартаковец, да, ну, я поступил в университет в Гомель, поступил, установочная сессия, прошел установочную сессию, ушел из университета и убрали из команды, потому что пропускал. Ну, понимаете, у каждого свое, поэтому я как бы, вот, наверное, может быть, после вот этого я и не, хотя приезжал, я вам скажу так, идет тренировка на Шахтере, даже не тренировка, мы с кем-то играли, я не помню, Стрельцов идет, Валерий Иванович. Я поздоровался, он такой, Володя, я за тобой приехал. Я говорю, как за мной? Ну, поехали ко мне. Я тебе, знаете, такой ресторан Габрово в большом доме возле стадиона Спартак, длинный дом этот, который стоит, стадион Спартак, главный вход где, это университет. Сразу скажешь, что это Могилев. Это Могилев. И вот туда пошел такой, двенадцатиэтажная стена стоит такая, там ресторан Габрово. Вот в этом доме он мне давал в комнату квартиру. Как подъемный, да? Ну, типа, да, такого, чтобы только я переехал. Я автобус стоял возле стадиона загрузить вещи. Ну, тут же моя была рядом, я посоветовался, она говорит, нет, куда, как вот взять просто так и сорваться. Может быть, если бы сорвался, может быть, и все нормально, но я отказал. Не жалеете? Не знаю, честно, не жалею. меня устроило то, как я прожил вот эту свою жизнь. Я нормально прожил, я не скажу, что там я супер-пупер, да, но то, что я прожил, это мое. И я ни о чем не жалею. Поэтому и сегодня работаем, да, там работаем, где, ну, наверное, я должен был лет 20 назад уже начать работать. Ну, судьба, поэтому видите, как. Но зато чемпион страны по хоккейю. Классно. Вот на этой как раз ноте вы как будто прочитали мои мысли. Давай тогда, видите, перейдем к заключительной части нашего блока, спросим про настоящее Владимира Владимировича Ковалева. Шахтер Петриков, вторая лига, как вам? Все время находитесь, ведь тут у нас такого разделения большого нет, да, то есть основная команда, дубль, вторая лига, юноши, это такое варево всегда. Я скажу так, я нахожусь в коллективе, и мы находимся, мы находимся в коллективе футбольного клуба «Шахтер», поэтому «Шахтер» Петриков, «Шахтер» Солигорск, я думаю, что разница небольшая, одни играют в высшую лигу, мы играем в вторую лигу со своими задачами, поэтому, но коллектив-то один. Да, то есть, и тем не менее, играете, вот именно во второй лиге, расскажите, прошел уже первый круг, закончился, как дела, собственно, всем ли довольны, ну, как успехи? по источнику первого круга, мы занимаем второе место, проигравши две игры, наверное, так получается, что как бы мы проиграли своим прямым конкурентом за, потом за борьбу дали, за выход в первую лигу, да, хотя могли Могилевы не проиграть, не знаю, почему, почему проиграли Сиповичем, может быть, где-то недонастроились, может быть, что-то другое, но, естественно, ищем варианты и с футболистами, когда укрепиться более-менее, потому что есть, есть места, которые, ну, слабые, можно сказать, что требуют, требуют подвижек, требуют новых, новые влияния, поэтому работаем и в этом направлении, а так, вы знаете, я вам скажу, что, как бы нормально, вот эти переезды, конечно, хотелось бы, чтобы сидели мы на одном месте где-то, или, или, вот эти тренировочные процессы здесь, переезды, это как бы... То есть у вас каждая домашняя игра, как вы их знаете. Да, как она, как вы их знаете, но, как бы, ну, естественно, еще плюс второе, что Петриков, один из самых слабых регионов в стране, понимаете, как бы мы брошены туда на кое-какую, как это, на организационную работу, да, чтобы... Социально-общественную, да, сделать там более-менее, значит, со спорта, не можем как-то, мы вроде бы, вот круг отыграли, не можем сподвинуться, болельщиков на движении на стадион. А расскажите, какая-то ситуация, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день, наверное, максимальная, 200 человек, которые приходили на стадион. Не знаю, почему, ну, вроде бы, как по разговорам всех, все ждут, когда будет футбол, да, все ждут, когда приедет команда, и нет людей. Мне кажется, это можно просто организовать такой траворничок главной команды Шахтера с Петриковым, привлечь туда просто людей каких-то, которые придут туда, потому что, вау, событие какое-то, неважно, какой-то футбол, придут, Шахтер, главный, уедет, Петриков останутся, и люди по инерции тоже останутся. Может быть, да, может быть, еще, знаете, может быть, если мы, например, на постоянку, ну, если мы переберем все туда, и мы будем там жить, мы будем там тренироваться. Чтобы они там почувствовали. Как было у вас, когда свои же играли, и ходили же на своих, и жили же среди своих. И вот когда мы будем там, когда мы будем там крутиться, когда мы будем там тренироваться, люди все равно будут приходить на тренировки, они будут знать наше расписание, будут приходить, смотреть. Естественно, это будет совсем другое. Так как бы, как мы наскоком, да, раз налетели, сыграли. Какие-то и свои, не местные, да. Ну, я знаю, что за вами даже ездят на выезды ребята. Да, это круто. Да, я видел в том же Могилеве. Уже появились, да, уже появились люди, которые... А до Могилева, до Брата еще надо, да. Ну, так что ребят из Петрикова, которые послушают наш подкаст, обязательно ходите. так и стадион же там классный. Так дело в том, что они, понимаете, они на последней игре, их было человек, наверное, 20 уже фанатов, уже, ну, с нашими флагами и все, но они не петриковские. Угу. Это солигорские, которые там работают? Не солигорские. Они с района. Ага. Они собираются, это Копоткейские, да, вот, вот с деревень, они собираются... А почему нет? Вы же сами говорите, что Шахтер туда, грубо говоря, послан как общественный проект. Не только Петрикова, а еще каких-то... Нет, да, но их не было, да, они появились, но они появились, были на одной, потом их не было, вот на последней игре они опять появились. Угу. А вот этих болельщиков, которые как коренные, местные, ну, почему-то, я не знаю, вроде бы там и реклама постоянно проходит. Я знаю, что нужно сделать. Нужно в стартовом составе объявить официальный прощальный матч Владимира Владимировича Коваления. Мы с Витей перед началом сезона разговаривали. Такая интересная тема, что, по сути, вы тренер, главный тренер, Сергей Никеев, Иренко, ну, в сумме наколотили мячей, чем, наверное, все остальные игроки, шахтеры вместе взятые, такие два атакующих человека. Как-то передаете свой опыт лично вы молодым ребятам, которые там... Вы знаете, я по натуре такой, ну, свою субординацию держать надо, да? Главный есть главный. Не-не, я наоборот, к игрокам, а хотя и расскажите про эту сторону. Субординация, субординация. Ну, я же не могу при Сергею Ивановичу кому-то рассказывать, как по мячу, главный это должен делать. Но он и забил больше. Он и делает, да, он и забил больше. Но, может быть, он бы и не забил больше, если бы он поиграл, вернее, я поиграл в таких условиях, как он играл, да? Ну, поэтому тут, опять же, палка о двух концах, да? Но я просто знаю, я свое, свое я, я скажу, ну, и говорю, но после того, как скажет Иванович, ну, я как бы, я не могу, не имею права. Ну, это по-мужски просто, да? по профессионализму. Тем более, тем более, второе, это первое. Второе то, что все-таки поиграл, можно сказать, на более высоком уровне, да? Это одно. И второе то, что у него есть категория, не просто так продается. Поэтому у меня за душой есть только университет физкультуры с отделением, со специализацией футбол. Вот и все. Поэтому И грибочки попасил бы. И грибочки, да. Это вот это. Поэтому я могу только подсказать где-то. Могу подсказать, могу показать. Все. Ну, и дальше я не лезу, потому что подсказать, да, указать, нет. Есть кому указывать. Это есть главный тренер. Владимир Владимирович, я после полуторачасового разговора с вами думаю, что могу сказать вам искренне. Вы меня прекрасно поймете. Я все время думал по некоторым вашим цитатам, которые появлялись в прессе или еще где-то, что у вас в сторону шахтера есть какая-то такая колкость, язвительность. Может быть, потому что некогда вас не привлекли, например, в работе, в клубе и так далее. Сейчас я свое мнение категорически поменял. Объясню почему. Потому что пообщавшись с вами и глядя вам в глаза, когда вы говорите о футболе и о футболе в Солигорске, у меня сразу же возникает четкое ощущение, что вы просто говорите о вещи, которые вы любите. Как вы сами сказали, нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе. Вот у вас получается примерно такая история. Вы меня замотивировали, кстати, вашими этими рассказами. Это тоже, как бы, искренне говорю. Грибов нет. Грибов, без вопросов. Всевуха есть? Да, есть. То есть вот, правда, большое вам спасибо. Искренне вам желаю продолжать развиваться как тренера, обязательно свой талант переносить молодым ребятам. И, может быть, это сравнимо с профессиональными качествами, оставаться таким искренним, простым и классным, улыбчивым человеком. Когда микрофоны не были включены, вы рассказали историю про грибочки, я теперь понимаю, что у вас вот нужно равняться на таких людей, которых радует прям все, любая мелочь. Что-то здорово. Среди молодежи таких, как не очень много, все меньше и меньше. Жизнь прожить, не поле перейти, да? Согласен. Поэтому на счет грибочков, да, можете две недели, три пока паузу дать и в середине августа можете уезжать. Это я отвечаю, потому что сегодня был в лесу и их нет. Классно. Все, спасибо вам, да? Спасибо вам большое, да, что пришли к нам в гости. Классный разговор, очень понравилось. Придете к нам еще, если приглашите? Позовете. С удовольствием. Без проблем. Спасибо всем и спасибо, Владимир Владимирович. Все, Виктор, пока. Пока-пока. До свидания.